Виктор Анатольевич, вот смотрите, а что происходит на политическом платформе? Баку сегодня успел обвинить Борреля, цитирую, в искажении взгляда Валиева на территории Азербайджана и Армении. Пассе обсуждает вопрос ограничения полномочий азербайджанской деликации, а до этого французский сенат принял резолюцию, известную против Баку. Ну, естественно, Баку не может быть доволен такими шагами, тем более, что, в общем-то, переговоры тошли через эти европейские структуры, ну, по крайней мере, до всех этих войн последних. Ну, тем не менее, эти переговоры, да, шли, результата не было, отсюда, соответственно, и акция Турции с Азербайджаном по 44-дневной войне. Ну, тем не менее, если Баку действительно внутри себя прекрасно знает, что, в общем-то, Европу нужно опасаться, там могут возобладать какие-то общечеловеческие ценности, не дай бог вспомнят о них, и в этом случае Баку придется отвечать. И за геноцид армян, последний его вариант с изгнанием армян из Карабаха, ну, не может народ просто взять и бежать полностью, бросив все свое хозяйство, если нет угрозы жизни. А угроза жизни была совершенно реальная, это было ясно. Виктор Анатольевич, давайте теперь рассмотрим вопрос, что на самом деле происходит на Ближневосточном фронте, и что важно, как это отразится на безопасность Южного Кавказа? Южный Кавказ, конечно, так или иначе зависит от той системы отношений, которая сложилась на Ближнем Востоке. 9 января я вернулся из Тегерана, где мы были там порядка недели, речь то о чем было участие в мероприятиях памяти генерала Косема Сулеймани, убитого американцами 4 года назад в результате террористического акта, ну, совершенно очевидный теракт, который был осужден Путиным, и наш Минобороны выступил. А Косем Сулеймани это народный герой, это наиболее популярный человек в Иране, гораздо, ну, наверное, популярности равных там не было. Даже Аятала Хаммедеи был не столь популярен, как этот народный генерал. Он вел одновременно несколько войн. И с наркотрафиком в Афганистане достаточно успешно, потому что американцы там такое устроили, что в несколько сот раз поднялось производство опиума. И его воинам приходилось стоять на пути наркотрафика. Потери были очень приличные. Несколько тысяч стражей исламской революции были убиты в ходе этих постоянных столкновений и в ходе перехвата трафика. Они, кстати, перехватывают наркотрафика больше, чем перехватывают наши правоохранители. Порядка 20% трафика перехватывается еще на подступах. А далее, если не перехватить, это все идет через Турцию в Европу, через территорию самого Ирана, через тайного рода Тропы идет. И в Россию достаточно много. Мы перехватываем не так уж много. Ну, часть перехватываем на пересечении границ 5-6%, и процента 4% у себя уже на месте в борьбе с наркотрафиком внутри России. Так что достаточно успешной была деятельность Ирана. Но с большими для него потерями. Это первая война. Вторая война, это иранно-иракская. Он в ней участвовал. А после войны пошел резко в рост и во время войны. И он сначала возглавил в 27 лет еще бригаду, а потом и дивизию. И воевал успешно благодаря умелым разведдействиям и умелым атакам. И он уже тогда заслужил огромный авторитет. А потом возглавил КОЦ, так называемый. КОЦ – это спецслужба, фактически. Служба, которая и ведет военные действия, и ведет разведку. Ну, если КОЦ переводить, алькутцы, как говорят арабы, это Иерусалим. Так называют Иерусалим. То есть идейная направленность тут понятна и важна. И далее пошло в Ираке, когда американцы после своей операции разогнали практически все, что могло управлять страной. А это были сунниты. Они обратились и принял. Генерал Косем Сулеймани принял участие в том, чтобы посоветовать им, кого рекомендовать. Естественно, рекомендовал достаточно надежно для Ирана людей в Ираке. Они, собственно, и возглавили власть. Американцы постепенно просто эту власть потеряли. А потом на действия американцев ответили отряды шиитов уже. А эти отряды готовил опять Сулеймани. И у американцев там потери были очень высокие. Хорошо, Виктор Назаревич. А потом была Сирия. Понятно. Вот что главное. И он был там нашим союзником. Понятно. Скажите, какое будущее вы видите палестинцев? Для палестинцев ситуация тяжелейшая. Почему? Потому что в бюджет Израиля на этот год были заложены деньги на строительство так называемого третьего храма. Построить его можно только на месте мечети, только на месте. Александр. Священный для мусульман. Мы можем сто раз говорить, что права Библии не права и что написано в священных писаниях. Но они в это верят. И у Израиля задача построить третий храм стоит и стояла во главе угла. Если бы не эта война, которую начал Хамас с жестоких преступлений против населения. Жестоких достаточно. Но то, что потом сотворил Израиль, это ведь перехлестнуло любые выходки Хамаса. Зачем Израиль ведет столь жестокую войну? 25 тысяч только убитых. По большей части женщины и дети. Хамас умеет упрятать своих воинов. Умеет уклоняться от ударов израильских. А вот мирным жителям этого не удается. Зачем это делается? Есть шкурный момент. Газа это часть территории, которая выходит на Средиземное море. Там есть территориальный шельф в Средиземном море, на котором открыто очень крупное месторождение газа. Этот вопрос тоже играет роль. Но главное другое. Израиль наконец решил, что они могут наконец-таки до конца изгнать палестинцев и из газа, и с западного берега реки Орда. Чем они и занимаются. Почему наносятся туда удары? А для того, чтобы никогда не было никакого палестинского государства. И наконец-то, и честно об этом сказал Нитаньяху. Не собираются они создавать никакого палестинского государства. А решить про выборы можно только однозначно. Переселив всех палестинцев с этих территорий. Эти территории полностью использовать для расселения переселенцев израильских. Вот так, собственно говоря, они мыслят себе это решение проблемы. Что будет означать для остального мира? Для арабского однозначно эта война нескончаемая. Почему выступили и иранцы на стороне Хамаса, который им чушь по идеологии? Хамас-суниты. Причем суниты, прямо скажем, очень своеобразных взглядов. Но Хезбалла, которая солидаризировалась с Хамасом, это шиитская организация. Кстати, вооруженная Касымом Сулеймани. И воинов обучал генерал Сулеймани. И они воюют достаточно эффективно. И их ракеты, это иранские ракеты. Это не те из водопроводных труб, которыми пользуется Хамас в Газе. Это настоящие ракеты с четкой системой наведения. Достаточно современное оружие. И оно эффективно действует по северу Израиля. А они тоже бьют по площадям. Но больше стараются по военным объектам. Разведанным военным объектам. Но эта война достаточно серьезная. И Хамас гораздо слабее, чем Хезбалла. Гораздо слабее. Почему Израиль сейчас так озабочен севером? И озабочен именно действиями Хезбаллы. Почему наносят удары и по территории Ирана, если кого-то там из Хезбаллы находят? Именно для этого. Именно для того, чтобы постараться обескровить Хезбаллу. Но у них из этого пока ничего не получается. Время работает не на Израиль. Знаете, далеко не всегда войны решаются просто солдатами. Войны, особенно глобальные, решаются женщинами, которые рожают детей будущих воинов. И если нет этого ресурса, надежды на будущее светлое, в общем-то, безнадежны. Ситуация в Израиле именно такая сейчас. А арабы, они усовершенствовались. У арабов теперь есть деньги, есть оружие, есть армии. Пусть не такие эффективные, как израильская. Но, тем не менее, хотя бы числа, числом они превосходят намного Израиль. И желающих воевать с Израилем тоже хватает. Вот удар, который нанесли иранцы сейчас по базам и американским, по ИГИЛовским базам в Сирии, по 1300 километров, совершенно четко показал, что израильская территория находится как раз в зоне поражения иранских ракет с иранской же территории. А что касается Армурского пролива, от которого зависит от поставки значительной части нефти мировой, то Армурский пролив легко перекрывается огромным количеством москитного флота Иран, который там создал. Это ракетные корабли малых размеров, их тысячи. Это серьезно. И они в состоянии перекрыть Армурский пролив. Так же, как и хуситы, сумели серьезно нарушить вообще всю логистику морскую в Суэцкий канал. И что? Удары по хуситам наносят? Ну и что? А они наносят ответные удары. И все равно повреждают суда. И все равно не позволяют полностью пользоваться этим маршрутом. Да, и какие потери. Это шииты. Да.